Всю прошлую неделю в Чебоксарах проходил 9-й международный кинофестиваль. Традиционно он был посвящен кинематографу малых народов. Шесть дней подряд показывались конкурсные фильмы, проводились творческие встречи с известными и молодыми актерами, режиссерами и кинокритиками, проходили круглые столы и пресс-конференции. В этом году было представлено 52 киноленты, 8 из которых представляли Чувашскую республику. Показы фильмов не ограничились Чебоксарами, а состоялись и в других городах Чувашии. Руководитель фестиваля Сергей Лаврентьев отметил, что в этом году на проведении масштабного кинофорума средств было намного меньше, но тем не менее он не снизил свою планку и был проведен на достойном уровне. Конечно же, основным показателем успешности фестиваля мы увидели по заполненным зрительным залам. По сравнению с прошлыми годами, в 2016 кинолюбителей оказалось гораздо больше. Он был такой немножко нервный, потому что средств, которые выделяются на фестивале, было меньше в этом году. И поэтому мы пытались не снижать планку художественную, несмотря на то, что средств было гораздо меньше. Может быть, нам это удалось, не знаю, судить и нам, а зрителям. Но судя по тому, как много было зрителей в залах, действительно, действительно так, их было гораздо больше, даже чем в прошлые годы. На фестивале одновременно проходили две конкурсные программы – конкурс игровых фильмов и конкурс этнического регионального кино, которые оценивали два состава профессионального жюри. Судейскую коллегию возглавлял выдающийся режиссер Вадим Абдрашитов. На данном кинофестивале он впервые, и по его словам, его приятно удивил чебоксарские зрители, сама атмосфера. Главный критик поблагодарил организаторов мероприятия и правительство, пожелав провести юбилейный 10-й фестиваль на таком же достойном уровне. Место для фестиваля выбрано замечательное. Вы знаете, у вас какой-то особый зритель. Мы много бываем на разных фестивалях, показываем кино, смотрим кино и смотрим на зрителей. Что за зритель в зале? И зритель здесь особый, безусловно. Я думаю, что в следующем году вот это юбилейное мероприятие под названием «Десятый фестиваль. Проведем сообщать и проведем его хорошо». На церемонии закрытия кинофестиваля присутствовала глава Чувашии Михаил Игнатьев. В своем приветственном слове он отметил, что такое мероприятие дает возможность ближе познакомиться с культурой дорогих народов нашего большого государства. Михаил Игнатьев вручил специальный приз главы Чувашской республики за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве фильма «Побег из Москвобада». Вопросы финансов всегда были и остаются, но вот эти кинофестивали дают нам возможность посмотреть богатство, культуру, традиции народов России, малых народов Российской Федерации. Вы все знаете, что российское государство – это многонациональная страна. У нас только в республике проживает 128 национальностей и несколько этносов и конфессий, и все живут в мире согласии. Приз за лучшую режиссеру был присужден Элли Манжеевой. Лучшим сценарием художественного фильма признан сценарий фильма «Побег из Москвобада». Лучшим исполнителем главной мужской роли был признан Ярослав Жалнин за фильм «Трагедия в бухте Роджерс». Лучшим исполнителем роли второго плана признана Ольга Азалапина в фильме «14+. Журналистами был отмечен фильм чувашского режиссера Юрия Спиридонова «Битва за новоюшку». Главный приз Гран-при фестиваля завоевала лента «Трапичный союз». А фильм «Охрана» завоевал сразу две номинации – приз зрительских симпатий и лучшая исполнительница главной женской роли Марии Коровиной. Марина поделилась своими впечатлениями о съемках фильма «Охрана», сказав, что работать было очень легко и просто. Ну, играть, с одной стороны, было несложно, потому что тема мне близка, я сама уже девушка, которая хочет иметь ребенка. Вот, поэтому, в принципе, не было ничего сложного в этом. Тем более, я работала с таким режиссером, как Александр Анатольевич, очень большой мастер своего дела. И он очень много помогал, очень много подсказывал, как, что делать, поэтому, в принципе, все было легко и просто. На съемках, когда я была на съемках, у меня было ощущение, что я была на курорте. Я отдыхала на съемках. Меня все опекали, оберегали, и было все хорошо. Подготовка к юбилейному 10-му кинофестивалю начнется уже в этом году и обещает быть еще более масштабной и грандиозной. Екатерина Ингалакова, Жизнь в столице.